Актуальную информацию озвучила Яна Дуплякина. Законодатель разрабатывает механизмы реализации программы «Малый сад». Предварительно на закладку трех гектаров садов можно будет получить государственную субсидию до трех миллионов рублей. И это не все нововведения в АПК. Новая программа с поддержкой начинающих фермеров. Субсидируются затраты по созданию производственной базы, не более полтора миллиона рублей на субъект. И возмещаются затраты при строительстве, приобретении, реконструкции, благоустройстве территории фермеров, которые работают не более одного года. Здесь максимальный размер субсидии – 250 тысяч рублей. В социальной сфере самое актуальное по-прежнему строительство школ и детских садов. Глава Анапы заостряет внимание. Пятна застройки под социальные объекты надо искать не только в городской черте. Гостогаевская, Анапская, Субсидия, там прям активно жизнь начинает двигаться. Там тоже нужно думать наперед об этом, потому что если мы сейчас не решим эти вопросы и, грубо говоря, не вырежем какой-то участок земли, для того, чтобы это было дошкольное или школьное предприятие какое-то, у нас потом будут, или у тех, кто будет работать, будут проблемы потом. То есть мы сегодня должны на перспективу думать, что мы можем. Санкур работает над созданием новых экскурсионных маршрутов. Однако главное сейчас – навести порядок на самом популярном туристическом маршруте. в Пионерском проспекте. Начать с особо неприглядных участков, например, как на ДжМТ. Вам самим не стыдно там ездить, а? Разберитесь с договором. Давайте там столбы поставим, лавочки сделаем, зону отдыха, сквер какой-то для людей. Там тысячи людей, сотни ходят, тысяч. Мы уже претензии отправили на расторжение договора. Сейчас выжидаем месячный срок, после чего будет направлено повторное уведомление с предложением подписать соглашение. То есть позиция должна быть нам опонятна, что мы хотим добиться. Не просто убрать, а привести там в надлежащее состояние. То, что там есть. То, что должно нормально, солидно выглядеть. Содержать муниципалитет в чистоте – нелегкая задача коммунальщиков. Обидно, когда вместо помощи жители добавляют проблем. Юрий Поляков по следам вчерашнего выезда дает поручение – принять меры к тем, кто не соблюдает график вывоза мусора. Дайте им графики, раз они не знают. Только машина прошла, через 15 минут вынесли кульки с мусором. Потом собаки разорвали эти мешки, все валяется по всей улице. Так послушайте, это что за отношения за такое? Давайте принимать какие-то меры. У каждого есть договор, и в договоре четко написано. И если они не выполняют договор ЖКХ, будьте добры, они выносят на муниципальную землю. Составляйте протокол. Это было испокон веков. Задача муниципальному контролю – взяться за нарушителей санитарного порядка.